Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Головинский. Новая рубрика видео. Короткий вопрос от вас, или какой бы то ни было актуальный вопрос спорта, или спортивной подготовки, или чего бы то ни было связанного с этим. От меня короткий, лаконичный, но тоже информативный ответ в рамках данной рубрики. Итак, первый выпуск. Посмотрим, как зайдет. Поехали! Итак, вопрос, который мы сегодня разбираем. Димон, привет! Как и по каким программам лучше тренироваться, если я пока еще натурал? В интернете все говорят разное. Непонятно, в чем реальное отличие тренинга натурала и химика. Я в будущем не исключаю прием витаминов, но пока не хочу этим заниматься. Витаминов имеется в виду андроген, андоприджеских стероидов. Буду рад услышать твое мнение. Итак, отличие тренировок на витаминах, то есть на андроген, андоприджеских стероидах, и тренировок натуральных атлетов. Разбираем. Итак, что же нам прежде всего дает фармакология? Андроген, андоприджеские стероиды нам дают повышение синтеза белка. Быстрый синтез белка, быстрое образование ткани в организме, быстрое восстановление. За счет того, что повышается количество эстрадиола, возникает некоторая задержка жидкости. Это положительно сказывается на снижении травматичности тренировочного процесса. Атлету сложнее получить травму, поэтому он может тренироваться более интенсивно, более часто, с большим объемом, с большим тоннажом. Что же такое, в общем-то, синтез белка? Что вот это значит? И такое слово действительно не совсем понятно. Вот вы видели, наверное, различных турникменов, которые, будучи натуралами, весят довольно немного и обладают при этом сухой, красивой мускулатурой. Довольно атлетичные, подтянутые и подобные. Но в то же время сложно увидеть человека весом больше 100 кг, даже если он серьезно тренируется, серьезно посещает зал, который бы отличался также низким процентом жира, прежде всего, и развитой мускулатурой. Это говорит о чем? О том, что все-таки потенциал к синтезу белка у человека имеет определенную статику, то есть он имеет определенную равную величину. Да, он может изменяться, но незначительно. Химия же позволяет человеку при любом практически весе сохранять низкий процент жира, улучшать значительно адаптивные способности, быстро регенерировать мышечные структуры, быстро строить новые мышечные ткани. Этим, конечно же, нужно пользоваться, и это, конечно же, главный фактор, который нужно учитывать, если мы говорим об отличии в тренировках. В чем же главное отличие? На химии, конечно же, нужно много пахать. Большой тренировочный объем, более частые тренировки, более продолжительные тренировки всегда отличительная черта человека, который химичит. Ну, конечно, если он грамотно распоряжается тем, что он использует мощные препараты. Вот если вы видели комплексы культуристов, там, где на одну мышечную группу 5-6 упражнений, конечно же, мы все понимаем, что это все на химии. Если говорить про натуралов, то для натуралов всегда на начальном этапе актуально повысить веса в базовых упражнениях. Когда мы говорим про натураху, всегда чем мышца сильнее, тем она больше. Чем больше вы приседаете, тем больше ваши ноги. Чем больше вы поднимаете на бицепс, тем больше ваш бицепс. Вот главное правило. Первое. Освоить технику, потому что мы не можем тренироваться вопреки. Мы всегда должны помнить о травматизме и спортивном долголетии. Второе. Постараться повысить рабочие веса в данных движениях и постараться как можно скорее стать сильным, а следовательно и увеличить мышечную массу. Натуралу всегда на начальном этапе подготовки нужно заложить первоначальную базу. Это гибкость, всесторонняя развитость, пропорциональное развитие мышц тела, пропорциональное развитие физической подготовленности. С этими качествами он двигается вперед и ими ни в коем случае нельзя пренебрегать. Нельзя зацикливаться целенаправленно на чем-то одном. Нужно развиваться гармонично, пропорционально и ни в коем случае не спешить. Когда я говорю, что цель повышать рабочие веса, я не говорю во что бы то ни стало. Первичная техника, первичная всесторонняя развитость. Ну и конечно при условии достижения данных факторов повышать рабочие веса. В отношении подхода к тренировкам химиков и натуралов всегда есть одно общее узкое место. Это режим. Нужно следить тщательно за режимом. Химия не прощает огрехов в режиме и может начисто свести на ноль все плюсы от использования стероидов, если у вас плохой режим. Если у вас плохой режим на тураху, будьте готовы к тому, что результаты остановятся или даже начнут снижаться. Поэтому, если вы натурал, режим для вас плюс и режимте. И конечно же будете прогрессировать быстро, с хорошими темпами, результат вас будет радовать. Если вы химичите и кладете хер на режим, извините, ваш курс говно, результатов он особых не принесет. Помните, что чем лучше режим на химии, тем больше, тем лучше результат вы сможете достичь. Больше чаще питаться, больше чаще отдыхать и результат в обеих случаях будет максимальный. Если говорить про химиков, в особенности тех, кто тренируется с целью увеличения мышечной массы, то у них всегда будет совокупность методов, которые на них хорошо работают. Всегда задача химика определить те методы, которые дают наибольший прирост, выстроить их в определенной последовательности в рамках своей подготовки и использовать, добиваясь максимального результата. Допустим, вы бодибилдеры и определили, что на вас хорошо работают отказные серии, суперсеты и метод повышения рабочих весов. Вы выстраиваете эти методы в определенной последовательности, получаете на выходе результат. Конечно же, если говорить про химиков бодибилдеров, то у них, как правило, уже есть своя градация. То есть человек прекрасно понимает, с чего его прет и пользуется этим. Если говорить про пауэрлифтеров, главный инструмент для них в данной ситуации – это повышение объема. Химию нужно выпахивать. И это главное правило, если вы хотите постоянно прогрессировать. Если же говорить про натуралов, то у них все методы ограничиваются повышением рабочих весов. И для этого делается все. Вы должны повышать рабочие веса. И вам для этого годятся все методы. Циклирование, может быть, даже местами отказные повторения, дозирование нагрузки, применение различных упражнений и подобное. Если вам не удается пробить жим лежа, допустим, то вам надо его пробить, потому что от этого будет зависеть рост ваших грудных, трицепсов и других мышц, которые принимают участие в данном упражнении. Если какие-то методы не дают достаточного результата, нужно от них отказываться. Это на вас не работает. Не циклитесь на них, не бейтесь головой об стену, выбросите, найдите что-то другое и двигайтесь вперед. Если вы на химии, независимо от того, цель ваша сила или масса, то ваша задача пахать. У натурала, естественно, все гораздо скромнее. Три-четыре тренировки в неделю, редко пять. Если это пять тренировок, то они короткие по продолжительности, на них есть четкое разбиение по рабочим группам мышц. Человек главной целью ставит хорошо восстанавливаться, избегать, конечно же, травм от перегрузок. Но базовым таким основным подходом будет три тренировки с последующим их повышением до четырех тренировок с ростом технического и спортивного мастерства. Перед каждым спортсменом, который ставит перед собой амбициозные цели, рано или поздно встает вопрос, химичить или оставаться натуралом. Ответ здесь очень простой. Если вы видите перспективы развития и роста без химии, нужно их реализовывать. Чем выше вы заберетесь без химии, тем больше будет ваш результат на анаборических стероидах. Раскройте по максимуму свой натуральный потенциал. Развейтесь максимально без курса, ну а затем постепенно малыми дозами уже можно начинать грамотно, аккуратно, под анализы химичить. И помните, что химия и гормоны – это серьезная сука штука. Обязательно анализы до, обязательно анализы после, обязательно текущий контроль, обязательно грамотное ПКТ. Не знаешь как? Иди к ветку в Сашану и учись. Всем пока и хорошего настроения.